Срочное совещание в Министерстве сообщения. Эксперты ломают голову, каким образом изменить систему взимания налога на транспорт. Предложенный Дирекцией безопасности дорожного движения вариант зарубил премьер Марис Кучинскис. Придумали новый автоналог. Он принесет в казну еще 93 миллиона евро. Какие машины могут стать на вес золота, расскажет Яна Рубинчик. Изменение порядка расчета налога на эксплуатацию планируют ввести с 2019 года, чтобы дать водителям возможность определиться, по каким критериям выбирать новые автомобили. Размер налога будет зависеть от выбросов СО2. Транспортный налог подорожает у больших луксус автомобилей. Увеличение налога для таких машин может составить до 150 евро в год. А для машин, которым менее 7 лет, но объем выбросов небольшой, от 0 до 50 граммов на километр, налог может немного понизиться. То есть, чем больше объем выхлопов СО2, тем больше налог. Несмотря на то, что машины старше 7 лет зачастую трудно назвать экологичными, их изменения не коснутся. Для старых машин порядок начисления налога останется прежним. Эти люди уже купили 5-10 лет назад. Они этих старых автомобилей используют довольно мало. Им надо какие-то их последневные нужды решить. Например, дрова привезти или сено, или поехать через плохую дорогу в магазин, например. Не можем сразу так. Он полагал, что будет такая. Нет, все, тебе будет 100 евро больше или 200 евро больше налога. Ну, так нельзя. Вот только в ассоциации автотранспорта считает, что идея дифференциации налога нуждается в серьезной доработке, поскольку в невыгодном положении окажутся те, кто выбрал машину с бензиновым двигателем. Ведь объем выхлопов СО2 на дизельных моторах на 15-25% ниже, чем на бензиновых, хотя окружающую среду они загрязняют больше. Дизельный мотор намного больше загрязняет в других отношениях к нашу ежедневную жизнь. Говорим о киссе азота, о киссе серы, твердые частицы и так далее. Это то, что характерно дизелю, и то, что мы вдыхаем каждый день. Самоуправление их же обеспокоено тем, что изменение налога никак не добавит средств на ремонт муниципальных дорог. Одновременно с дифференциацией налога на эксплуатацию министерство сообщения планирует отказаться от налогорегистрации транспортных средств. Этот единоразовый сбор сейчас составляет от 200 до 2000 евро. Эти изменения семь рассмотрят одновременно с бюджетом на следующий год.